О господи, на улице всего 10 градусов. Может я летом вообще видео не буду делать? Потому что в квартире такая духотища, что невозможно дышать. Или может меня так погода ругает за то, что я решил про русских исполнителей рассказать? Привет, ребят, с вами Ромузыка. Как у вас дела? Как прошел день? Все нормально? У меня все хорошо. Сходил в туалет, пару раз споткнулся. В общем, фонтан эмоций. Я долго думал, как мне захватить русские новинки на канале. Потому что топовые российские артисты не так часто выпускают альбомы, как хотелось бы. Чисто по песенке раз в полгода. Поэтому я решил вернуть обзор новинок, где я буду смотреть с вами последние российские хиты и, собственно, обсуждать. И еще, когда я говорю наших исполнителей, я имею в виду тех, кто не поет на английском. А точнее, поет на русском. Хватит на меня кидаться, украинские зрители и украинские подписчики. Целью моих видео не является установление гражданства. Успокойтесь. Естественно, я хочу услышать и ваше мнение, поэтому не стесняйтесь. Пишите в комментариях. А еще лучше заходите в группу ВКонтакте, vk.com slash rammusicru. Там можно попросить новые видео, обзоры новых других новинок. Ну что ж, поехали. Я недавно пошарил российский iTunes и увидел, что у нас столько новых песен выходит. Просто капец, не наслушаешься. Заметил, что популярность набрал дуэт Артик и Асти. Да еще и песня называется номер один. То есть тут сам бог велел. А посмотрел, наверное, хит решил. А нет, девятнадцатое место. Ну, уж хорошо. Да и первое место не показатель, у нас вон на первом месте тает лед. Между нами тает жир. Вместо колы пьем мы кефир. К лету надо сбросить вес. А пока я тяжеловес. Решил послушать. Еще и альбом, также называется номер один. Ну, то есть все сходится. Послушал. Типичная российская поп-музыка. Мне очень жаль, что наш российский шоу-бизнес, или как его еще называют, эстрада, не развивается в нормальную современную сторону. Так же, как, например, украинский. Нет, бабло-то он гребет. Но качество-то от этого не улучшается. Музыку я эту слышал, наверное, в песнях двадцати. Особенно этот нагнетающий предприпев, который приходит в этот дешевый дроп в припеве. Что слушать невозможно. Лирика тоже особой шикарностью не отличается. Хотя, мне, в принципе, понравился темп куплета. Такой динамичненький. Титястые девочки могут, в принципе, подрыгать и попрыгать под него на дискотеке. Сергей Лазарев, Lucky Stranger. Мне, кстати, много говорили посмотреть эту новинку. И, в принципе, кстати, клип прикольненький. Максимально все выжили из имеющихся декораций и реквизита. С самого начала и вплоть до конца, в принципе, насмешил очень Александр Гудков в роли вахтерши, или кого он там играл. Ну и позабавили такие уличные пацаны, друзья Сергея по клипу, которые были в полном мейкапе с подведенными бровями. Саму песню я больше после этого не слушал. Послушаю, разве что, если захочу посмотреть снова клип. Ёлка, впусти музыку. Честно говоря, нигде ее не видел в новинках, но потом заметил, что у нее ротация большая на радио, и решил послушать. Видео на эту песню было на YouTube выложено еще в феврале, по-моему. И я не пожалел. Несмотря на то, что у композиции такое расслабленное настроение, ее вполне комфортно и приятно будет слушать в той же машине. Ну и нежный такой голос Ёлки вместе с эхо в припеве. Это просто кайф. Мне нравится. Ёлка поет о том, что необходимо иногда просто отвлечься от своих проблем и забот и взять и впустить музыку в свою жизнь. Выбросить все напрочь из головы. Кстати, это один из наших главных девизов канала РАМузыка. У Лены Темниковой вышел новый клип «Не обвиняй меня». Не знаю, кстати, насколько это последняя песня, потому что я помню, что рассказывал, что последним синглом был «Вдох». А тут, не обвиняя меня, сначала обычно выпускают клип, а потом уже двигаются к следующему синглу. Так? Или, может быть, это после «Вдоха» уже следующая песня сразу с клипом вышла? Не знаю. Песню, оказалось, я слышал до этого где-то, бегал, но сейчас посмотрел вместе с клипом, и Лена выглядит потрясающе, скажу я вам. И вообще она часто появляется у меня в ленте в последнее время, потому что я слушаю ее песню с Евровидения до сих пор. Ух, круто, блин, они тогда спели, конечно. Что касается новой композиции, я в клипе не очень понял сочетание кадров, где, собственно, с грустными такими печальными словами сочетается ее улыбка в камеру, довольно естественная, радостная. Может, она так нас гипнотизирует своим взглядом, потому что выглядит она шикарно. Так же, как, кстати, нас может гипнотизировать скрытая реклама шампуня с Йоз. Следующий на очереди Егор Крид. В конце апреля вышел с новой композицией под названием «Потрачу». Да-да, тот самый Егор Крид, с которым я путал Ивана Дорна. Знаете, я послушал песню и вообще не понял, как я мог их путать. Егор медленно погружается в хип-хоп, кстати, представителей на российском рынке, которого у нас не так много. Именно поющих хип-хоперов. И в рамках стиля меня, в принципе, даже удовлетворил трек. Эмблема мне еще его из инициалов. Нравится, когда смотрю, мне хочется сказать «Кек». Да, только не пристрелите мне за это, ладно? Сама идея лирики мне не очень близка, потому что я и так уже на прошлой неделе все потратил, а выпить за чью-то любовь мне уже поздно. И уж, естественно, я не буду тратить все свои деньги на стриптиз. Я же совсем, что ли? Потрачу все, чтобы от тебя разделить. Уже «Стражи Галактики» вышли, надо чуть-чуть хоть бабосиков-то оставить. В общем, молодец Егор, очень органично смотрится в хип-хоп стиле. Я знаю, ему давно нравится это направление, и он, наконец-то, может в него окунуться, уже набрав внушительную аудиторию и большое количество поклонников. И, наконец, главный сюрприз этой весны. Мистер Блэк Старбургер с сыром и двойной котлетой, а также Филипп, мне уже давно, 50 Бедросович Киркоров. Филипп! Фил! Кто бы мог подумать? Кто вообще представлял такой дуэт? Нет, ну, может быть, Пугачева. Но кто мог представить, что он получится так хорошо? Мы знаем множество звезд-ветеранов, которые пытаются удержаться на плаву, исполняя современную музыку. Но после этого трека кажется, просто, что даже лучшая подруга Филиппа Николай Басков старше его на 10 лет. Нет, честно, трек очень интересный. Против Николая, естественно, ничего не имеют. Но как Киркоров хорошо вливается в припеве? Клип очень атмосферный и стильный, да и текст не какая-то глупая частушка. Филипп вообще не стремается выступать в качестве фичеринг-артиста, никогда не понимал исполнителей, которые какие-то слишком гордые, чтобы с кем-то вдруг спеть. Это же творчество, здесь нет никаких должностей, здесь нет субординации, все делается, чтобы создать непередаваемые ощущения и потрясающее впечатление, и запихать в эти впечатления свои воспоминания. Да, песня не настолько тупа и одинаковая, чтобы играть из каждого утюга, но когда Фил начинает петь припев... Прям... И это, кстати, довольно высоко для большинства исполнителей, но Филипп берет эти ноты с такой легкостью, с такой трагичностью, и этот мягкий бит на протяжении всей песни мне очень нравится. Кстати, он идеально отыгрывает в клипе ревнивого мужика или кого он там играет. Тимати, в свою очередь, поднимает социальные вопросы, вопросы отношений, вопросы вреда социальных сетей. Короче, я сам себе удивлен, но это может быть даже лучше любого из шедевров Бузеныша моего любимого. В общем так, ребята, ставьте лайки, если вам понравилась хоть одна из этих песен, или само видео, или вам понравилась рубрика, и вы хотите, чтобы я ее продолжал дальше. Я знаю, среди подписчиков много меломанов и слушателей русской музыки. Нравятся ли вам такие видео? Стоит ли продолжать вас знакомить с новинками? Все в комментах. Увидимся уже очень-очень скоро. И хорошего вам дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok